10 марта в нашей стране отмечается День архивов. Начало российской архивной службы положил указ Петра I, изданный в 1720 году. В 2020 году отмечается 300-летие создания архивной службы России и 100-летний юбилей архивов Кубани. Замечательным подарком к профессиональному празднику славянских архивариусов стало открытие нового здания, где теперь будет размещаться муниципальный архив. Я родной Кубани, если звонкие поем, славимся делами. Открытие нового здания архива прошло в праздничной обстановке. Собравшихся поприветствовал глава муниципалитета Роман Сенеговский, подчеркнувший значимость и важность данного события для истории нашего района. Я хочу сказать спасибо прежде всего губернатору Кубани Виновичу Кондратьеву, потому что благодаря действию этой программы все это произошло. Это здание, кто помнит историю, оно стояло недостроенное, наверное, лет более 20 лет. Посоветовавшись с краевыми коллегами, мы поняли, что здесь удобно будет очень расположить архив. Я хотел бы поздравить всех работников архивной отрасли, потому что в нашей работе мелочей не бывает. В нашей работе все очень важно. И то, что здесь хранится более 67 тысяч документов, то, что за год в целом архив посещает более 5 тысяч наших жителей, говорит о том, что служба очень нужная. На торжественном открытии нового здания присутствовали почетные гости. Заместитель управляющего делами администрации края Владимир Острижный, начальник краевого управления по делам архивов Елена Рубцова, которые высказали слова восхищения упорством и целеустремленностью руководства района в достижении поставленных целей. Я бы хотел выразить огромные слова благодарности главе района Роман Иванович вам за то мудрое решение, которое вы приняли в свое время, сделать архив доступный для всех в этом прекрасном месте и вложить, можно сказать, душу. Объем архивного хранения на сегодняшний день в этом муниципальном архиве составляет примерно 65-65%. То есть вы посмотрели на будущее немножко вперед и думаю, что лет на 7-8 вы обеспечили прекрасное хранение для поступающих в будущее документов. Далеко не каждое муниципальное образование может похвастаться таким зданием и таким архивом. Начиналось все в 2016 году, и, конечно, мы не могли представить, что вот так вот здорово все получится. Перед архивами стоят три важные задачи. Это обеспечить сохранность, пополнить фонды и использовать их на благо граждан, общества и государства. Вот первую задачу муниципальный архив Славянского района, можно сказать, решил. Так что спасибо всем коллеге, кто принимал участие в принятии решений, кто принимал участие в реализации этого. Спасибо всем большое. И вот наступает торжественный момент. Красная лента перерезана. Новое здание муниципального архива открыто. Возможность размещения архива в новом здании была получена благодаря участию нашего района в краевой подпрограмме «Поддержка муниципальных архивов Краснодарского края». За счет краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования на капитальный ремонт помещения и приобретение архивного оборудования было освоено более 17 миллионов рублей. На двух этажах здания расположено около 10 архива хранилищ, читальный зал, серверная, где документы будут храниться в электронном виде. Установлены современные системы климат-контроля и пожаротушения, предназначенные именно для таких помещений с большим объемом бумажных документов. Так как в нашем новом здании абсолютно идеальные условия для работы созданы не только для хранения документов, но и для работы специалистов, то, конечно, мы будем работать на достаточно высоком уровне, с полной отдачей сил. И, конечно, в юбилейный год архивов Кубани будем добиваться высоких показателей выполнения в работе, и будем, естественно, работать на благо жителей нашего города и района. За год специалистами архива выдается около 9 тысяч справок, выписок и копий архивных документов. С каждым годом растет число обращений по поводу генеалогических исследований на основе метрических книг. Самый древний экземпляр церковной метрической книги станет Славинской и Анастасиевской, которая хранится в архиве, датируется 1875 годом. Так что архивы по праву называют зеркалом истории. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».